Всем привет, меня зовут Александр Лютихов, и сегодня мы с Камилом Гаджиевым обсуждаем, почему Магомеду Исмаилову не с кем драться. Ну а в самом конце будем провожать Камила на очень опасную встречу. Камил, приветствую. Камил, приветствую. Да, приветствую. Главный вопрос. С кем теперь драться Магомеду Исмаилову? Потому что, мое понимание, драться ему абсолютно не с кем в пределах Лиги ACA. Потому что они говорят, что бой против Шлеменко неинтересен, Минеев вообще неинтересен, и американцев нельзя завести, потому что санкции, если я правильно все понял. Расскажите их. Ну про санкции я знаю не больше тебя. Знаю тоже, что и все остальные, что и подозреваю, что коммуникация с Америкой, она нарушилась. Да и на самом деле, даже если бы можно было завозить, а с кем бы он из американцев дрался? Ну они хотели вот Криса Ханиката этого. Да, слушай, кому он нужен? Ну российскому зрителю это, я считаю, что это мимо. То есть если там Штырков и все вышеперечисленные, это понятные люди, то Ханикат при всем, при том, что он там, наверное, спортсмен хороший, это все равно не медиа история для России. Ну на самом деле, да. Я считаю, что вот Шлеменко, Минеев, это такая самая-самая понятная позиция. Придумать, конечно, что-то можно, кто-то появится, какой-то яркий человек, но на это нужно время. А времени, ну времени на самом деле-то особо нет. Все равно от Маги будут ждать боев. Поэтому... Реально драться не с кем, то есть я прав? Ну как, есть с кем, Минеев, Шлеменко. Но они говорят, им неинтересно. Ну, Мага же, если я правильно понимаю, не факт, что в ИСИ продолжит карьеру. А там же вроде бы оставался у него какой-то там понятийный бой, нет? Саш, не знаю, не знаю. Я как бы даже не буду это комментировать, потому что я разные версии слышал. Насколько я понимаю, контракт у Маги закончился с ИСИ, насколько я понимаю. Поэтому он может продолжить дальше карьеру. Как выйти, так и там в какой-то другой организации, да, по факту. Но это дело не меняется. Все равно же от этого, где бы ты не продолжал карьеру, соперники от этого не появятся. Ну, я думаю, что Минеев и Шлеменко. Есть только два вызова, и все. А вот он хочет Ромеро. Могут ему в ИСИ и Ромеро привезти? Ну, а почему не могут? Могут, но Ромеро же тоже американец. Из твоей логики следует, что Ромеро драться просто в ИСИ и выступить не сможет. Я просто, вот честно, сейчас не готов сказать. Он планировал, кажется, получить гражданство США, но везде его представляют как кубинца. Но вот кубинец он сейчас или нет? Ну, если он на самом деле стремится к гражданству США... То драться в Ахмате, ну, в ИСИ ему не надо. Да, ну, на самом деле, это уже не наш с тобой, по сути, разговор. Это скорее там разговор двух юристов. Это они там сами разберутся. И Сау Ромеро как оппонент, это была бы интересная история в рамках, например, ИСИИ, там, Исмаилов Ромеро, да? Было бы круто. Исмаилов Шлеменко, Исмаилов Минеев. Вот, по сути, три конфигурации, которые, в принципе, возможны. Мне, конечно, я очередной раз скажу, что я считаю, что самая интересная в этом случае история – это Минеев и Смаилов. Потому что в этой истории есть явное чувство недосказанности. И как бы великолепно Маг не смотрелся после этого, и как бы не была номинально плохая позиция Минеева, номинально, потому что по факту там тот же Ирмеков крепкий боец очень, и Минеев его, по сути, разобрал. То есть, Вова тоже имен не было, но он тоже на месте не стоял. Хотя и в медийном плане проигрывал Маги все это время. Поэтому я считаю, что это такой злой урок Магомеда Исмаилова. Сколько бы ты не выиграл, сколько бы ты не побеждал, как бы ярко ты не смотрелся, тебе все равно будут люди говорить, а что с Минеевым-то, какая ситуация. Это как бы факт, все это понимают. Еще раз, Мага хоть завтра может повесить перчатки на гвоздь и гордиться своей карьерой. И как бы, тем более он не проиграл Минееву, но он бы не выиграл. Потому что Мага провел там два отличных раунда, да? Да. Хоть и выложился по полной программе. А здесь же все бои были трехраундовые, не забывай. Все последующие. Поэтому Мага и здесь тоже, как бы, будь этот трехраундовый бой, он бы его убедительно выиграл. Понимаешь? Как бы ни было, все равно бой Исмаилов-Штрихов, наверное, все интересующиеся посмотрят. Была ли какая-то интрига, какой-то огонь, такое ожидание, что, знаешь, вот замирает воздух. Такого, конечно, не было. Давай прямо скажем, да? Но получился очень хороший, на самом деле, качественный поединок. Два последних вопроса. Раскройте секрет. Вы по пиратской трансляции смотрели? А я же был вчера, я же приходил на позык. А, все, да. А так бы, конечно, смотрел по пиратской. И не потому, что там 200-500 рублей. Да удобно, слушай. Ну, есть там у меня одна группа, да, товарищи. Все там, маленечки, но мои. Вчера-то отсылка сразу прилетела. Вот, смотрите на здоровье. Просто, знаешь, это гораздо удобнее, чем что-то искать, карту свою вводить. Потом, значит, с этой карты куда-то неизвестно направление улетят тысячи 50-100 рублей. Знаешь, как у людей бывает? Не доверяет русскому бизнесу. Ну, все равно же есть элемент недоверия, да. Поэтому, проще нажал на ссылку, она есть. Потом она заглючила, там часа через два, там снова люди в группу пишут. Типа, ну что, у кого ссылка. Ну, и благо, я же не смотрю все поединки, да. Поэтому я, как бы, на два боя я бы точно нашел какое-то решение. Но я на ГАИМ пришел, четыре боя посмотрел. Вопросы Камилу Гаджиеву задавал Александр Людиков. Подписывайтесь на мой канал и на мой инстаграм, чтобы ничего не пропустить. У вас какая-то пресс-конференция, да, мощная ожидается? Там Чоршанбе, там и так далее, персидский дагестанец, Вася Зубков, мой герой, Радамир Перунов. При Зубкове я пристал. Слушай, ты знаешь это что? На самом деле возможность, это не такая сухая пресс-конференция. Это возможность, там, вместе собраться, поговорить немножко, дать немножко жару, как я понимаю, добавить немножко остроты к происходящему. Ну, все то, за что зритель любит интерштокинг. Я туда сам, я тут, кстати, качественный гостец зрителя. То есть вы разнимать не будете, да, никого сюда? Нет, Бог мил, я улетаю, тем более, сегодня. И я, как бы, вот приеду, часа два там побуду, с удовольствием посмотрю. Лаш, Артем Тарасов, значит, Вячеслав Васильевский, из тех, кого ты не перечислил. Я думал, да, Цик, Вячеслав, да. Ну, то есть там такие персонажи все, один хлещ и другого. Будем смотреть на это сегодня, кайфовать. Последнее уточнение. А вот известно, что Чоршанбе ходит за деньги на пресс-конференции. Пришлось ему что-то платить? Не, ну, у нас-то он не ходит за деньги, потому что он наш герой и в то же время наш клиент. Он с нами находится на контракте. С ним в этом случае не зарублен. А то, что он в другие организации ходит за деньги, ну, что, если ребята ему там готовы платить, то почему бы ему на этом не зарабатывать, правильно? Представьте, как вот такие среднестатистические бойцы ММА русские значит, на это все смотрят. Такие думают, е-мое, мы за бой там 50 плюс 50 получаем, а он там стоили... Да не всегда и 50 плюс 50, да. В рублях, я имею в виду, да. А он 100 тысяч рублей, там 150 за приход на пресс-конференции. Это, знаешь, это вот шоу-бизнес. А представь, как там люди с хорошо поставленным голосом и с вокальным образованием наблюдают, как сейчас современное искусство это жевание каких-то приборов во рту. Понимаешь, да? Так называемый коленный рэп, когда это похоже на сам знает что. Ну, а что? А люди смотрят, и там зарабатывают люди деньги, в айтюльте, там их слушают, понимаешь, да, это желание. И что? А люди, которые закончили там музыкальное училище, в хоре пили, и что, где только реально вокальные данные и так далее. Ну, они там, может быть, даже не выдающиеся, но точно в пять раз лучше, чем то, что мы слышим, да, с точки зрения вокала. Люди говорят, ну как так? Это везде, это повсеместно так. А что? А чиновники, когда какая-нибудь тупица работает главой управы, понимаешь? А какой-нибудь человек, который там в десять раз компетентнее, грамотнее во всех вопросах юридических, экономических, там, работает начальником отдела. Просто потому, что он не такой, как говорится, пройдоха, понимаешь? Это всегда так было, есть и будет, причем во все времена. Вот и все. Ну, будьте сегодня осторожны, ладно? Вы нам нужны, потому что, ну, на такое опасное мероприятие едете. А я как бы вообще в сторонке сяду, как бы, я в этой своей не участвую. Все, понял. На связи. Если там начнется заварушка, то меня там на видео не увидите.